Доброе утро! Студия «Хорошего настроения» продолжает свою работу на календаре четверг, 7 сентября. И с вами вместе Антон Мартыненко и Саша Каштанова продолжают встречать это утро. С началом нового учебного года актуальность набирают не только вопросы, связанные непосредственно с обучением, но и в целом с организацией жизни детей в школьных стенах. Одна из главных тем — это организация питания школьников. Об этом мы сегодня и поговорим с компетентными людьми, главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси. Александра Александровна Алексеева у нас в студии и главный специалист отдела общественного питания главного управления потребительского рынка Мингоросполкома Марина Владимировна Дьякова. Доброе утро! Спасибо огромное, что встречаете это утро у нас на телеканале. Я представляю, какая у вас сейчас горячая пора. Сколько родителей, столько и мнений, и многие родители сетуют на то, что плохо кормят в школах, либо дети не едят. Может быть, успокойте их и скажите, что все под надзором, что дети накормлены и все в порядке. Вообще, я бы не сказала, что во всех школах такая катастрофическая ситуация с питанием. Вообще, питание является одной из мер социальной защиты. И в соответствии с 40-й статьей кодекса, учреждения образования обязаны организовывать питание. Поэтому у родителей всегда есть возможность и всегда может быть даже уверенность, что даже если ребенок дома не поел, то в школе по закону, потому что это норма. Потому что учреждение образования обязано организовывать питание. Теперь вопрос в том, что именно дети едят. Есть ли какие-то нормы? Она ведь наверняка есть, и поэтому я пока еще не столкнулся с этой проблемой. У меня слишком маленький ребенок, а мои школьные годы слишком уже давно были позади. Но вот у Саши, моей коллеги, дочка в школе питается. Я еще не прониклась, первый класс, поэтому я только готовлюсь. Мне очень интересно, успокойте меня. Родители сами выбирают это вот меню? Или как-то с ними оно согласовывается? Вообще, учащиеся первых и четвертых классов питаются бесплатно в учреждениях образования Республики Беларусь. Поэтому меню, скомплектованные комплекты меню для бесплатного питания. Если дети питаются по выбору, то есть за счет средств родителей, тогда, конечно, им может предоставляться и предоставляется в учреждениях образования выбор. И вот тогда понятно, что питание и блюда могут быть, входить различные блюда в комплект. В зависимости, да, от тех или иных обстоятельств. В мире, и мы в том числе и в нашей программе постоянно об этом говорим, ну, такая проблема ни для кого не секрет, это ожирение. И, конечно же, сейчас это все идет из детства. Я представляю, я думаю, родители тоже знают, как питаются дети. И дети сейчас из-за компьютера ведут малоподвижный образ жизни. Учитывается ли все это при составлении меню школьных? Но мы можем говорить о том, что в школах может быть организовано как лечебное, так и диетическое питание. По рекомендации врача-терапевта, врача общей практики, родители получают, ну, то есть вот эти рекомендации на руки, которые они относят в школу, отдают медицинскому работнику. И, соответственно, для такого ребенка организуется... Индивидуальный подход. Индивидуальный подход. Если есть аллергия у ребенка, то все в порядке. Главное все подготовить, тогда никаких проблем не возникнет. Да, главное родителям предупредить в учреждении образования, что ребенку нужно особенное питание. Конечно, если родитель знает, что у ребенка аллергия на молоко, ну, конечно, надо об этом сообщить. Не факт, что ребенок скажет, да, и как-то вот это проконтролирует. А что касается оплаты? Я знаю, что с этого года она будет производиться как-то централизованно. Расскажите, пожалуйста, что это, если вы будете представлять. Да, вы знаете, с 1 сентября у нас во всех школах города Минска внедрена система ЕРИП при оплате, безналичная оплата за питание. То есть теперь эти времена, когда дети бегали с деньгами, которые им дали родители, закончились? Закончились. Все понятно. Родитель может оплатить за питание своего ребенка любым способом, через инфокиоск, через интернет-банкинг, через в банке, на почте, в дереве ЕРИП, все инструкции по оплате через ЕРИП есть на сайтах Минобразования, на сайтах Комитета Образования, в учреждениях образования. Это как со штрафами ГАИ. Вот один раз заплачешь, и ты сразу поймешь всю технологию, и там это все будет понятно. Там ничего сложного нет. Условно говоря, сидя на диване, родитель может оплатить оплату за питание своего ребенка. Вот дети расстроились, как же теперь булочку купить на эти деньги. Неделя уже, да, эта практика работает. Да, с первого сентября. Не только в Минске. Только в Минске. Пардон, только в Минске. Только в Минске. Если в прошлом году было заявлено, что в детском меню есть сосиски, то скажите, в этом году что будет с этим продуктом, и добавят ли фруктов, овощей, как этого хотят родители? Ну вообще по сосискам можно сказать, что с санитарными нормами и правилами внесены изменения, вот как раз касающиеся сосисок. Сосиски, колбасные изделия должны использоваться в учреждениях образования только высшего и первого сорта, и не чаще, чем один раз в неделю входить в состав меню. Поэтому я думаю, что... Ну то есть дети, которые любят сосиски, они будут в школу ходить один раз в неделю? Оно так и получается, что те дети, которые очень любят сосиски в тесте, а в школе дают один раз только наполнник в группе продленного дня, дети остаются в группе продленного дня, и чтобы съесть. А если вдруг родители забирают, говорят, оставьте мне мою сосиску. Я правильно понимаю, что это все из-за инициативы родителей? Вот было пересмотрено, и эти самые бедные сосиски... Не только, наверное, родители, потому что вообще мы же ведь заботимся о том, чтобы питание было качественным и сбалансированным. Я не сомневаюсь, но я просто понимаю, что сейчас пришли за сосисками, завтра смаженку уберут. А смаженки тоже ограничены? Все смаженные изделия с санитарными нормами ограничены до двух раз в неделю. Не более двух раз в неделю. А фрукты и овощи включены как в основное меню, так и у нас в широком ассортименте сезонные фрукты реализуются в буфетах. Отдельно, не в самой столовой. Да, отдельно. И в меню, и в буфетах, и овощи, и фрукты. Меню сбалансировано по составу основных веществ. В буфете у нас предлагается широчайший ассортимент кисломолочных продуктов, пектиносодержащих продуктов. То есть всех продуктов, которые содержат основные вещества здорового питания. На шоколадке остались? Сладкоежки могут быть спокойны? Могут дети? Не более двух видов. Не более двух видов сладкоежек на школу. Вот две сладкоежки оставляем в школе? Не более двух видов шоколадок, не более двух видов конфет. Сейчас самый сложный вопрос, очень популярное такое мнение. Среди родителей вы сказали сами, что у нас по закону школа обязана кормить детей. Имеет ли право родитель отказаться от оплаты школьных завтраков, обедов, учитывая, что школа в любом случае должна кормить ребенка, а у него, например, нет такой возможности это дело оплачивать? Ну, вообще поступает действительно много обращений граждан, которые касаются, можно ли отказаться от питания. Но ставя такой вопрос, родитель должен задумываться, думать, какая альтернатива школьному питанию. И если у него есть реальная возможность организовать полноценное питание, вот чтобы ребенок поел раз в 3,5-4 часа, а это определено санитарными нормами, то, конечно, учреждение, руководитель может рассмотреть предложение родителя. Каким образом уже там будет организовано питание, либо ребенок будет в термосе приносить, либо будет СВЧ где-то стоять, чтобы ребенок мог разогреть ту собойку, которую принесет тест. Но это тоже будет как-то проверять, да? Никак. Ведь охват питанием, он не входит в базовые показатели работы учреждения образования. Но родители должны понимать, что дети должны кушать, потому что природа такова. И учреждение образования, прошу прощения, тоже должно понимать, что детей нужно вкусно и качественно покормить. Плюс это все-таки социум, и дети ходят вместе в школу, дети ходят на уроки на одни и те же. И, конечно, когда кто-то не идет в столовую, это, по-моему, очень непедагогично и плохо. Тем более, что рекомендовано в учреждениях образования использовать до трех, даже, может быть, и больше комплексов различных блюд. Меню свободного выбора в городе Минске предлагается. Давайте еще какие-то возможные изменения. Как еще будут улучшать питание? Мы узнали, что сосиски один раз в неделю убрали все вредное в буфет. И тоже там не больше пары раз в неделю. Что еще? Какие еще шаги? Вы знаете, очень разнообразное меню предлагается. Предлагается меню как свободного выбора, так и предлагается три комплекса. Содержит, в состав меню входит, ну, наверное, все, что возможно. Повторяемость исключена. То есть не повторяется в течение трех дней. Гарниры, основные блюда. То есть можно заказать комплекс с первым супом, можно без супа. Поэтому мне кажется, что удовлетворить вкусы и потребности наших детей мы вполне можем. А можно ли как-то это проконтролировать, что ребенок поел? Или это уже остается на совести самого ученика? Вы знаете, сейчас в меню у нас любой родитель может прийти в школу, ознакомиться с меню и даже попробовать то, что будет есть его ребенок. То есть доступ свободен, доступ открыт. Вот когда у нас появится... Тем сомневающимся родителям, пожалуйста, мы рады приходить. Спасибо вам огромное за разговор. Это было очень продуктивно, очень интересно. И, если честно, я даже немножко проголодался. Напоминаем, что нашими гостями сегодня были главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Белоруссии Александра Александровна Алексеева и главный специалист отдела общественного питания главного управления потребительского рынка Мингородсполкома Марина Владимировна Дьякова. Спасибо за беседу. Спасибо вам большое. А мы передаем слово нашим коллегам. Впереди новости 24 часа.